Нидропользователи региона исполняют взятые на себя обязательства. Речь идет об увеличении доли работающих на нефтепромыслях жителей НАО. Напомню, соответствующие договоренности были достигнуты в начале февраля на одном из совещаний с представителями топливно-энергетического комплекса, работающими на территории региона. Уже сегодня предприятие ТЭК направили в Центр занятости 52 вакансии. Об этом сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак на еженедельной планерке при губернаторе округа. 52 вакансии по 28 специальностям в сфере недропользования. Информация о свободных рабочих местах уже поступила в Центр занятости населения. Сейчас в компании проходят процедуру регистрации. После заявленные вакансии станут доступны для безработных региона. По мнению губернатора Игоря Кошина, жители округа должны занять абсолютно все вакансии, которые предоставили недропользователи. По словам директора Центра занятости Руслана Волоскова, работа по возможной переподготовке и переориентации безработных уже началась. Мы готовим сегодня проект по профобучению с просьбой увеличить финансирование для профессиональной переподготовки, повышения квалификации, перераспределить внутри программы содействия занятости населения. Ну то есть вот идет подготовительный этап. Активная деятельность началась в прошлой неделе. То есть в течение прошлой недели у нас есть результат 52 вакансии. Но вот эти 8 организаций, которые подали, они у нас еще не зарегистрированы, они готовят документы для регистрации. Поэтому 52 вакансии еще не учтены в общем количестве вакансий. Отмечу, что без учета вакансий нефтяников сегодня в Центре занятости есть информация о 227 свободных рабочих местах. В то же время на учете по безработице состоит 548 жителей региона. Коэффициент напряженности на рынке труда равняется 3,3. Уровень безработицы 2,4%. Продолжение следует...